Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли. И сегодня у нас ответы на вопросы. Самые интересные вопросы, которые вы мне задавали, они будут не рандомно. Я выбрал реально самые годные вопросы, там их, как всегда, было миллион. Звук погромче и погнали. Что будет со сливой, когда купишь SX? Она станет стенсом или будет вечно строиться? Это типа вопрос с подколом, что будет со сливой? Слива также будет строиться. На самом деле, когда мы ее достроим, она просто будет. Я буду ее еще улучшать, я уверен. Так, в принципе, она как и была стрит-тачка, так и останется стрит-тачкой. То есть городская слива на мощном моторе, которая может зайти боком, если что. Если у меня появится другой автомобиль. Давайте дальше. Где четверка? Четверка на заднем дворе Бус Моторса. И на нее у нас большие-большие планы, которые уже утверждены. И мы ее скоро будем готовить, скоро все узнаете. Глобально готовить и отправлять в другой город. Как думаешь, как должна выглядеть первая машина? Выглядеть это что, внешне? Ну, как вам нравится, насколько у вас позволяет кошелек для первой машины? А какая должна быть первая машина? Это вы уже смотрите по своему бюджету. То есть, если у вас не хватает на какую-то машину, и вы не сможете ее обслуживать, не знаю, есть ли от нее смысл. Только если это ваша не мечта, например, и вы можете купить ее, да, поставить в гараж, ну, типа, до лучших времен. Вот. А так, в принципе, просто рассчитывайте по бюджету. Если вы пока не тянете Сильвию, купите что-нибудь попроще, например. Стоит ли мне начинать вкладываться в корча ради того, чтобы валило? Дрифт ваннаф. Вкладываться, ну, судя по моему примеру, стоит. Я всегда вкладывался в своего корча, чтобы он валил на разных этапах своей жизни. Бывало такое, что даже не было денег на бенз. Но все равно последние деньги с зарплаты уходили на какой-нибудь ништяк. Но это чисто мой пример, я не скажу, что он хороший. Короче, мыслите разумно, объективно и вкладывайтесь, чтобы вас не выгнали из дома. Сколько ты потратил на лавра за последний месяц? На этого красавчика? На этого красавчика я потратил за последний месяц. Мозг вышел плюс-минус в сотку. Но этот двигатель ни во что не вышел. Он от Чабанавта. Я с ними договорился. Ну, там плюс-минус, еще там на работу, еще что-то. Ну, короче, можно сказать, за последний месяц. А, это последний мотор. Но я думаю, 200 тысяч где-то есть. Где можно качественно обслужить жигу к зиме? Ребят, конечно же, в бус-моторсе записывайтесь туда, заранее записывайтесь. Я думаю, к зиме там будет по жигам запись очень плотная. Что для тебя интереснее? Дрифт на жиге по мокрому или по снегу по льду? Ну, конечно же, по снегу по льду. Потому что у жиги нет конкурентов. Ну, это для меня лично, опять же, мое субъективное мнение. Зимой жига точно топ. По мокрому она едет. Конечно, не так может быть прикольно, но в целом едет. На шестнаре, опять же. Не знаю, может быть, какой-нибудь заряженный восьмиклоп тоже поедет прикольно. Я говорю сейчас про мокрому асфальту. Это не просто приехать на парковку, раздать пятака. Это тянуть какую-нибудь траекторию. Ехать, перекладываться на нормальной скорости. Вот это дрифт по мокрому. Не думал ли свапнуть Лавер ни на РБ, а на тот же первый джей? Либо полтора джей? Да думал, конечно, думал. Но свап джея это не быстро. Это в любом случае не быстро. Даже если у вас джей, например, лежит рядом, это не быстро. Надо собрать свап-комплект, все равно там будут какие-то мелочи. В общем, за неделю не управиться. Я понял, что РБ можно свапнуть, в принципе, самое максимальное, это в течение двух суток. В среднем за трое суток его можно свапнуть. То есть РБ на РБ махнуть. Причем все равно Нео это будет не Нео. Поэтому РБ самый быстрый варик, чтобы снова быть в строю, чтобы снова кататься. Джей круто, но джей свапнуть дольше. В любом случае дольше. Серега, ты собираешься поехать в этом году на Сливе на какие-нибудь соревнования? Нет, на Сливе я не собираюсь и не собирался. Изначально говорил, что на Сливе я на соревнования не хочу ездить. Во всяком случае не собирался. Ты крутецкий мужик, покажи свою другую жизнь без машин повседнев. Ролики выходят каждый день. Как думаете, есть ли у меня другая жизнь? Нет, конечно. Это и есть моя жизнь, это и есть мой повседнев. Тачки, вот эти все ремонты, покатушки. Если бы ролик выходил раз в неделю или там раз в месяц, то, конечно, есть какой-то повседнев другой, который вы, может, не увидели бы. Но в основном это повседнев именно тот, что я показываю в роликах. Иногда я делаю небольшой выходной себе, там, например, в воскресенье или в субботу проводим время с Ксюшей. Вот, без камер. Но это бывает редко, потому что обычно вот мой повседнев. Тебе не кажется, что Лавр уже устал? Может, уже стоит задуматься об SX на следующий сезон? О, если вы будете бросать свою машину, как только она сломается. Мне вас очень жаль, так нельзя делать ни в коем случае. Понятно, что когда-то машина надоедает, там, в нее вкладываешься, вкладываешься и потом хочешь другую. Но для Лавра этот момент еще не настал. Мне, наоборот, он нравится. Мне еще жалко, на самом деле, его там продавать, скидывать, потому что столько сил вложено. Вот, серьезно. Все доведено практически до ума, там, тот же салон, тот же, ну, уже двигатель, да, уже вложился в него, купил этот мозг. Подвеска новая лежит на него. Вообще, в принципе, все рулевое управление, все рычаги. Все доведено до ума, под себя все сделал. Там, ручник, где Кейлаб стоит. Ковш удобный, посадка удобная. Ну, не хочется мне просто так взять и подумать. Нужна другая машина, плюс я другую машину. И так же ее буду делать под себя, по-любому. Потому что не будет такой машины, где все будет сделано так, как я хочу, чтобы она рулилась, как я хотел. Насчет SX я, как бы, задумываюсь. Но, если задумываться об SX, это будет про-тачка для настоящего про-дрифта. И бюджеты там просто колоссальные. Мы все хотим с Семеном сесть, подсчитать бюджеты вообще за работу, за запчасти. И там, как бы, бюджет. Ну, там двухкомнатные квартиры, как минимум, бюджет. Там нужны спонсоры хорошие, чтобы построить себе такую тачку. Серега, что для тебя дрифт? Зачем ты этим занимаешься? Деньги или просто по кайфу? Деньги или просто по кайфу? Ну, в смысле деньги? Это очень странный вопрос. Для меня всегда дрифт был именно просто времяпрепровождение. Просто то, что я очень люблю. И, конечно же, моя мечта была превратить дрифт в свою работу. Дрифт в получение каких-то денег от спонсоров, еще от кого-то. То же самое дрифт такси. Мне всегда было интересно, что я заработаю дрифтом. Сейчас, конечно, это сложилось так, что это чисто мой образ жизни, который у меня постоянный, я только дрифтом и всеми движухами около дрифта занимаюсь. Но считать, что дрифт это деньги, я думаю, каждый бы тогда занимался дрифтом, если бы зарабатывал деньги с него. Получать деньги с дрифта это очень-очень сложно. Поэтому для меня это всегда просто было по кайфу. Так же, как и YouTube для меня был по кайфу и есть по кайфу. И начинался он чисто на энтузиазме, без всякой цели прославиться, что-то там заработать, каких-то там рекламные контракты получать. Вообще, реально, даже об этом не думал. Конечно, когда оно само пошло, я подумал, а что тут отказываться? Это лучше, чем работать на дядю. Это в любом случае лучше, чем работать на дядю. Делать ему видосы, а не себе. Лучше себе делать. Привет, как ты узнал вообще про дрифт? Дрифт я увидел впервые в 2011, наверное, году. Стрит-дрифт это был. На одном из центральных спотов приехал SX, по-моему, на каркасе. Мы тогда стояли с лусовкой типа низких тачек. Я был на гольфе четвертом, и этот SX стал раздавать. Просто ночью в стриту я офигел просто. Я тогда на это посмотрел и подумал, блин, я так же хочу. И вот спустя, наверное, сколько, три года купил себе сливу. Не хотел бы ты перейти на GZ-Lavre? Почему не ставишь GZ-Lavre? Это, кстати, самый-самый-самый популярный вопрос. На него я уже, в принципе, ответил, потому что это не быстро. Тогда Lavre надо будет поставить, чтобы он строился. Две тачки, которые строятся, для меня не очень тема, потому что мне хочется кататься, потому что надо ездить на ивенты, потому что надо как минимум снимать какие-то покатушки, потому что если это только будет гараж, это будет скучняк полный. Мне-то, может, это будет интересно, конечно, но для вас, наверное, это будет полный скучняк. Поэтому мне нужна тачка одна, которая всегда работает. Поэтому это RB. Если будет время свапнуть Lavre на GZ, я обязательно это сделаю. Хотя RB же тоже валит. Если так подумать, то что первый мой мотор реально жил дофига. Мы сами его угробили. Ну и второй, третий мотор, тоже они были в хорошем состоянии, и они умерли из-за проводки и форсунок. Поэтому не стоит пока разочаровываться в RB. Расскажи про свое прошлое, про хобби до дрифта и т.д. Мне будет очень интересно. Мое хобби до дрифта. До дрифта я гонял на мотике. Ну как, два сезона откатался на спортбайке Yamaha R6. Мне, в принципе, понравилось. Но сейчас я мотик себе не хочу. Не знаю, потому что вся моя тусовка, это автомобильная туса чисто, автомобильные ребята. И друзей мотоциклистов у меня особо не было. До мотика я гонял на тачке. Тоже изучал стенс. Продвигал стенс. Один из самых первых в Петербурге. Мне тоже это нравилось. Параллельно я тогда занимался кикбоксингом, кстати. Очень долго. Около четырех лет. Прям вообще на все тренировки ходил. Три раза в неделю ни разу практически не пропускал. То есть не было такого, что я там сегодня не пойду, потом пойду. Всегда четко ходил, там выступал на соревнованиях. Мне тоже очень нравилось. Но потом мне что-то резко разонравилось. Не знаю, кстати, почему. До этого всего дела я увлекался BMX. Катался, наверное, года три или четыре. И совсем когда мелкий был в 12 лет, катался на скейте. Катался тоже года два. Вот, наверное, все мои хобби и увлечения, которые были за последние годы. Ну и, конечно же, хобби, наверное, всей моей жизни – это видеосъемка. Я начал снимать видосики еще когда был, наверное, в пятом классе. Или в третьем. Или даже раньше. Я помню тогда у какого-то знакомого появилась первая цифровая, типа, мыльница, которая записывала видос. Мы снимали на нее, скидывали мне файлы, я это все монтировал в Movie Maker на каком-то древнем компе. Ну, у нас тогда это был не древний комп. Вот это, наверное, хобби всей моей жизни. Потом я в универ поступил, тоже занимался видеосъемкой. Там художник-аниматор, компьютерная графика. Вот как раз я на этом учился все. Ну, короче, мне было это всегда интересно. Я хотел этим зарабатывать деньги. Я стал этим зарабатывать деньги. Я снимал разные видосы. От клипов небольших до всяких видосиков, типа, там, презентаций, свадьбы снимал, корпоративы снимал, просто монтировал. Какие-то коммерческие видосы, дней коммерческие видосы. Своих всех всегда снимал. Короче, мне это нравилось. Сейчас я чисто ушел в съемку блогов. С чего ты все начинал, где брал деньги на первую свою машину, покрышки и запчасти? Я начинал как нормальный человек, работая и зарабатывая на это деньги. Кому-то повезло, у кого-то есть родители, которые все покупают это, и не надо думать ни о чем. Там сразу заряженная тачка, сразу весь зип, обеспечение. Я начинал чисто с нуля, чисто с того, что работал на подработках, накопил на первую машину. Вот, потом просто работал. Вот так и начинал. И до сих пор поддерживаю этот вариант именно так все делать. Работать, трудиться, и все у вас получится. Ты бы хотел GTR R35? Да, я бы очень хотел GTR R35. Это, наверное, любимая моя тачка, если так говорить про быструю машину, которая может круто, активно передвигаться. И самый прикол, что в этой машине я еще ни разу не сидел, не знаю почему. Их столько ездит, в принципе, и можно найти знакомых знакомых, у которых он есть. И меня еще ни разу не катали, и тем более я не катался сам. Поэтому 35-й GTR одна из моих мечт. Когда кипятстрит Wall 3? Круто, что помните, круто, что смотрите. Я думаю, подзапишу обязательно. Такой чисто кипятстрит, без монтажа, как есть. От первого лица с педалями там совсем. Сколько стоит обклейка Лавра? Обклейка Лавра, как у меня, стоит около 120 или даже 150 тысяч. Это чисто работа, пленка. Еще плюс дизайн. Не дешевое удовольствие обклейка, потому что там, во-первых, качественная пленка, качественная печать с ламинацией, ну и работа, обклеить всю тачку. Так что, кто думает выбирать обклейку или покраску, посчитайте, сколько это выйдет. Прошло немного времени, мы тут настроили Лавра, и я дальше продолжаю отвечать на вопросы. Хотел бы катнуть в паре с мотоциклистом. Если это будет мото-дрифт, это было бы очень круто, и, мне кажется, видос. Да и, в принципе, ощущения были, наверное, самые невероятные, которые могут быть. Катнуть в паре с мото-дрифтером. Поэтому, конечно же, хотел бы. Какая у тебя мечта, связанная с автодвижем? Если мы говорим чисто про мечты, это, конечно же, съездить в Японию на Эбису, погонять там на каком-нибудь Мисле. Ну, короче, обязательно там подрифтить. Не только там посмотреть на это все, но и, конечно же, поучаствовать, подрифтить. И, наверное, из разряда мечт, это участвовать в формуле дрифт в Америке. Вот это мечта моя настоящая. Построить тачку, приехать туда и участвовать. Вот это мечта. Например, будет ли в какой-то машине ЛС? По-любому, у ЛС моторы валят. Атмосфера там 6 литров, да, ну, около 6 литров. Момент с самых низов. Это, конечно, все мощно и круто. Но у нас ЛС моторы стоят колоссально дорого. Реально. То есть, там моторы, по-моему, начинаются от 500 тысяч ЛС-2. Также они есть же ЛС-3, есть еще модификации. Ну, короче, нормальный ЛС, я так понимаю, чтобы купить, это около 900 тысяч рублей. Вот просто зайдите там на любой сайт, там, Авито, и посмотрите ЛС, за сколько их продают. Во-первых, их крайне мало. Во-вторых, они очень дорогие. И еще к ним надо вот эти все киты придумывать, коробки. И вроде дорабатывать все равно надо, там, по маслу дорабатывать надо их. И еще по каким-то моментам их надо дорабатывать, чтобы они жили хорошо в дрифте. Поэтому ЛС-мотор круто, но пока не сейчас. Может быть, когда-нибудь. Насколько важно ставить лайк с телевизора? Очень важно. Прямо дико важно. Поэтому, если вы смотрите с телевизора или с компа, или с телефона, поставьте прямо сейчас жирный лайк. Мне будет очень приятно. Ребят, наверное, на этом закончим этот видос. А продолжение смотрите на втором канале, которое выйдет уже буквально сейчас. Погнали туда. И спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok